Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 93. Наши лекции проходят в Московском Срединском монастыре и размещаются на портале экзегет.ру. Почему? Псалом 93. Похож на комментарий к учению первого псалма. По крайней мере, богословские идеи и там, и здесь перекликаются. Структура псалма следующая. Сначала псалмопевец призывает Господа отмстить нечестивым гордецам. Затем описывает их дерзость, высокомерие, жестокость и кровожадность, чтобы насолить Богу Иакова, они попирают его народ, его наследие. После он обращается с упреком и предупреждением к тем глупцам, которые сомневаются, что Бог все видит и слышит. Блажен человек, который возумляется Богом. Господь не оставит свое наследие. Когда нога колеблется, это не колеблит веру в то, что любовь Божия поддержит и станет на защиту против злодеев. Когда умножаются скорби и губители готовы толпой наброситься на душу праведника, не стоит сомневаться в Божьей защите, поскольку он не потерпит насилия вопреки закону и истребит врагов их собственным злодейством. Таково содержание данного псалма. Враги по псалму – это люди нечестивые, злодеи и беззаконники. Они занимают высокие руководящие посты и злонамеренно используют свою власть, чтобы притеснять слабых и немощных – вдову, сироту, иммигранта. Коварные люди стремятся использовать судебный процесс в гнусных целях. При этом они бросили вызов царствованию Господа. Свой престол разрушения они захотели поставить на месте вечного престола Господа. Пострадавшими являются люди, как народ в целом, так и конкретный праведник в частности. По всей видимости, под натиском врагов страдал весь народ, среди которого был и автор настоящего псалма. Личный опыт псалмопевца подкрепляет богословское учение его текста. Видно, что его богословие является неотстраненной теорией. Он сам был свидетелем всего происходящего. Тот же подход мы встречаем и в послании Иоанна Богослова, который писал о том, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осизали руки наши. Трогательная жалоба псалмопевца, в которой он просит за себя и за народ, впоследствии стала общественным достоянием и исполнялась в храме. Некоторые исследователи полагают, что первоначально задумка автора псалма была показать внутреннюю коррупцию и злоупотребление властью в еврейской общине. Но со временем под угнетателями стали пониматься правители иностранных государств. Лексика, используемая для описания угнетателей, прикликается с учением пророков как в допленной, так и в послепленной периоды. От Исаии, жившем в VIII веке, до Малахии, жившем в V веке, в Дрожество Христово. В псалме ничего не говорится об опустошении города или разрушении храма, о пленниках или о возвращении с плена. Хотя лексика псалма перекликается с первой книгой Маккавеев, в которой также идет речь о том, что появились люди беззаконные и поднялись все делатели неправды. Однако скорее можно предположить обратное, что автор книги Маккавеев, автор истории борьбы Иуда Маккавея с нечестивыми прородителями иудеи, использовал тексты псалма, а не наоборот. Таким образом, остается предположить, что описываемые в псалме враги – это ассирийские или вавилонские угнетатели. Согласно талмудической традиции, этот псалом пели левиты во время захвата Иерусалима халдеями. Как только они спели слова и навел на них беззаконие их и истребит их злодейством их, враги ворвались в храм. Последние слова псалма – «Истребит их Господь Бог наш» – левиты спеть уже не успели. События происходили на следующий день, после субботы. То же самое произошло, когда был разрушен второй храм в 70-м году от Рождества Христова. Таково свидетельство Талмуда. Как понимать греческое надписание в четвертой субботы? Сказать трудно. Блаженный Феодорит полагал, что надпись «Я» сделана кем-то другим, а не пророкам и не переводившим псалом в начале. Как и предыдущий псалом, данный богослужебный гимн не надписан в еврейском тексте. Но оба текста так или иначе содержат указания на дни, связанные с субботой, с днем синагогального собрания. Хотя в псалме 93-м нет упоминания о Господе как «Царе», но центральной темой обоих псалмов является бушующее в мире зло, волны которого Бог усмиряет своим могуществом. Рассмотрим детальные содержания двойного псалма. Первый, третий стихи. Псалом начинается с двойного обращения к Богу отмщений, чтобы понять, как любовь сочетается с местью в Боге, следует уйти от отождествления мести со злопамятностью. Перед нами обращение страждового человека к божественному царю и судье. Между прочим, в древнееврейском тексте шофет – это правитель и судья одновременно. Когда злодеи подрывают основы справедливости в обществе, у псалмопевца ничего не остается, как обратиться за возмездием к судье земли. Множественное число отмщений означает не только множество мстительных поступков Бога, но и тяжесть возмездия. Бог возмездия может совершить такое великое мщение яростными наказаниями, которое приведет в чувство целой народа, так что никто уже не будет сомневаться. Кто здесь Господь? Яви себя. Вот что должен сделать Бог отмщений в ответ на просьбу псалмопевца. Показать себя или просиять зачастую относится к теофании, к богоявлению, к явлению Бога в своей славе на земле. Когда Сиона является Бог, вокруг Него появляется сильная буря, а перед Ним огонь поедающий. В книге Иова глагол «просиять» означает не только послать свет из облака, но и просветить в смысле интеллектуальных познаний. Цитирую. «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» Явление Бога не случайное. Он появляется в тот момент, когда надо прекратить издевательство врагов и спасти свой народ. Следовательно, для автора 93-го псалма явление Бога нужно не для того, чтобы повосхищаться его чудным светом, а для того, чтобы воздать гордым по делам их. Псалмопевец призывает Бога восстать, подняться со своего трона и приступить к конкретным действиям. В разгар безнаказанного правления злодеев, которое, очевидно, продолжалось долго и давало нечестивым личное удовлетворение, неизбежно рождается крик «Доколе, Господи!» Псалмопевец выдвигает нечестивым три обвинения. Во-первых, они наглые и самоуверенные. Они буквально интересно, что слово это действительно говорит нам о буквальном смысле отрыгивают и зарыгают дерзкие слова. Во-вторых, они бросают вызов Господу, когда попирают и угнетают его народ и его наследство. Они не только мучают сирот, но и убивают вдову и пришельца, наименее защищенных в обществе людей. Одно из проклятий закона Божия адресовано как раз к тем, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. В отличие от этих судей земли Господь не смотрит на лица и не берет даров. Бог богов и владыка владык дает суд сироте и вдове и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. Закон Моисеев обращает особое внимание на заботу о мигрантах, поскольку евреи и сами были пришельцами в земле египетской. В-третьих, высокомерие нечестивых доходит до потери страха Божия. Они предполагают, что Господь далеко ничего не видит и не слышит. И его не волнует, что в этом мире начинает царить беззаконие. Не исключено, что риторические вопросы из 8-го и 10-го стихов обращены не к языческим народам, а к той части Израиля, которая стала сомневаться в участии Бога в земных делах. Выражение «бессмысленные люди» говорит об их глупости в высшей мере. У этих людей нет представления о том, что такое богоугодная жизнь. Автор псалма высказывается о них достаточно резко. Тупицы и нахалы. И тут же побуждает невежд образумиться, умудриться. Бог слышит и видит все, что происходит на земле. И не остается безразличным. Он вразумляет и обличает. Он не только дает знания, но и делает выговоры, дисциплинирует. Тот, кто вразумляет целые народы, безусловно, может научить уму-разуму и отдельного человека. 11-12 стихи. Человеческие помыслы суетны. Они буквально пустой вздох, порыв ветра. Ничего не весят. Прилетают из ниоткуда и улетают в никуда. Бог знает нечто большее, чем только мысли человека. Он знает его намерения и планы. Ему ведом сам принцип поведения сотворенных им существ. Он знает, кого и как он создал. По контексту псалма Бог не только является всеведующим, но и дает знания людям. Эти знания передаются не только через обучение закону, но и через дисциплинарные меры, упрек, телесные наказания. Интересно, что строгое еврейское слово вразумлять, которое, по сути дела, означает сечь, пороть. Греческие переводчики передали через сглаженный термин воспитывать. Выходит, что путь к облаженству не всегда лежит в мягком обучении Таре, но и в жестких наказаниях Господа, если возлюбленный им праведник становится упрямым, как осел. Под покоем, о котором говорится в 13 стихе, понимается не только внутренний покой праведного человека, который получает наставление от закона Божьего. В данном случае покой – это мирное отношение после раздоров между конфликтующими сторонами. По пророку Исаия плод правосудия, мир, спокойствие и безопасность вовеки. Бедственные дни – это не невезучие дни, а вредные дни, период времени, когда человек может претерпеть убыток или пострадать. В эти дни злым людям попускается употреблять свои власти. Однако эти бедственные дни нужны для очищения народа через страдания. Это наказание – часть воспитательного процесса вседержителя, который в конечном итоге приводит к блаженству. В контексте данного псалма маловероятно, что яма служит синонимом преисподней – шиола. Скорее, речь идет о тюрьме, месте лишения свободы для преступников. Стих 14 является ответом на проблему, поставленную в 5 стихе. Нечестивые попирают народ Божий, но Господь не оставит свое наследие. В конечном итоге судопроизводство снова станет на дорогу правды. За штурвал народного корабля станут правые сердцем, которые преданы Богу не только словом, но и делом. В 16-23 стихах описано жизнь праведника, который готов жить в послушании у Господа. Вопрос, с которого начинается этот раздел «Кто станет за меня?» В этих словах нет сентиментальности, плач и слез из-за того, что кто-то меня обижает. Скорее, это воззвание к правосудию. В ответной фразе «Если бы не Господь был мне помощником, адвокатом пострадавшему выступает сам Господь». Без помощи свыше душа псалмопевца скоро переселилась бы в страну молчания, то есть он бы умер. Окруженный тревожными мыслями, автор псалма нашел радость в утешении от Господа. Слово «утешение» 19 стих напоминает то чувство сытости и безопасности, которое переживает младенец, лежащий на груди у матери. Таким образом, между троном небесного судьи и седалищем губителей его народа полная несовместимость. Губители используют закон Божий как оправдание для незаконных посягательств на слабых мира сего. Творят свои гнусные делишки под прикрытием закона. Они буквально формируют насилие по закону. Они не просто противоречат закону, но пытаются искусно изобрести что-то обременительное и угнетающее, что по форме соответствовало бы законному правилу. Бог не потерпит рядом с собой такие престолы разрушения. Презумпция невиновности нечестивых склонна возрастать, если им позволено в течение длительного времени безнаказанно использовать свое административное положение, влияние в обществе и свои ресурсы для притеснения слабых и беззащитных. Их образ действий становится жестоким, они начинают подавлять волю других людей, начинают особенно безжалостно обращаться с теми людьми, кто в силу своих религиозных убеждений старается вести себя кротко и смиренно. Нечестивые люди начинают атаковать верующих и пользуясь своей безнаказанностью говорят «Бог не видит, Он не воздаст», насмехаются над верой как таковой. Такое поведение свойственно не только атеистам. Оно проявляется не только среди языческих народов, но и среди тех, кто получил закон Божий, но нарушает его открыто, нагло и вызывающе. Последние нечестивцы хуже первых, поскольку их исключительный пост может сопрягаться с несправедливостью, представленной под видом праведности. Мишенью в обоих случаях являются слабые люди, которые в силу здоровья, социального статуса никак не могут ответить на оскорбление. Более того, соблазнительное поведение нечестивцев может поколебать у немощных их веру в Бога. Последние два стиха псалма указывают на контраст, который проходит через весь псалом. С одной стороны, есть Господь, который занимает центральное место в жизни автора. Он моя защита, скала убежища моего. С двойством есть нечестивые, стремящиеся получить дивиденды от своего несправедливого правосудия. Они обречены на уничтожение. Повторение глагола «истребит, истребит» усиливает акцент на смерти всякого отступающего от тебя. Два заключительных стиха 93-го псалма обобщают учение его автора таким же образом, как два заключительных стиха 72-го псалма, но в обратном порядке. Ход мысли 93-го псалма идет от идеи убежища под покровительством Божиим к роковой судьбе нечестивых. В 72-м псалме мысль движется от судьбы нечестивых к Богу, который является убежищем для псалмопевца. Хотя описываемые в псалме чувства верующего исторически возможно были связаны с переживаниями жителей Иудеи накануне Вавилонского завоевания, данный текст нельзя считать устаревшей молитвой. Описываемые в псалме терзания души праведника по поводу страдания своего народа передают те же благочестивые чувства, которые присутствуют у любого христианина, когда его народ переживает национальные трагедии. В ветхозаветной литературе Бог является учителем, прежде всего для своего избранного народа. Однако избранный им народ не всегда был покладистым, что давало повод пророку Исаии произносить такие язвительные поговорки. Вол знает владителя своего. И осел ясли господина своего. А Израиль не знает, народ мой не разумеет. Хотя этот народ постепенно набивал шишки и приобретал знания закона Божия, но характер толкования Священного Писания его мудрецами во времена Иисуса Христа временами был таковым, что это слово иногда произносилось насмешкой. Господь знает умствование мудрецов, что они суть суетны. Когда мы говорим о том, что народ становится упрямым, жестоковыным, мы прежде всего под этим подразумеваем, что народ не хочет следовать заповедям Божьим. Скорее речь о другом, о том, что они становятся изворотливыми, лукавыми и прелюбодейными, то есть совершают измену Богу. Следно, дело здесь не в грубости и черствости, а дело в том, что они упрямятся этому закону, себе позволяя поблажки, послабления, попущения. Сначала они идут вслед других богов, потом они идут вслед чужих женщин, потом это смешивается, потом они совершенно забывают о том, что в обществе должна быть какая-то справедливость и норма закона. Но, к сожалению, наша современность показывает, что сейчас все стало сверх с головы на голову, с ног на голову. И как раз наибольшая распущенность проявляется в странах христианского реала, в странах христианской цивилизации. А в странах ветхозаветной цивилизации там как раз в семье и в обществе порой царит идеальный порядок. Если уж не идеальный, то, по крайней мере, больше, особенно в отношении этики. Где сейчас наибольшее количество прелюбодеяний, я уж не говорю о других любодеяниях, в странах христианского ареала. Вот именно этих людей, современников наших из этих стран, мы могли бы назвать черствыми сердцем, грубыми и невеждами, упрямыми и жестоковынными. Потому что путь к распущенности начинается с самолюбия, с того, что я сам себе попускаю. А вот она, такая стерва, разведусь. Не могу терпеть, вернее, не хочу терпеть, проще развестись. Или чаще бывает наоборот. Сначала заарканила со словами «невиноватая я», он сам пришел. Потом довела его до состояния алкологолизма, потом выкила на улицу как тряпку. Ведь, как правило, она же все ради детей, и квартиру себе оставить ради детей. А он пошел вон. Вот. И тоже ведь он ведь виноват, что он пьет. Нож на меня поднимает. А может быть, он нож поднял не потому, что он ее зарезать захотел, а потому, что под рукой не было другого предмета. А он морковку резал в это время. Вот. Так что вот конфликты, разводы, прелюбодеяния и иные злые деяния, они начинаются из жесткости нашего сердца. С того, что мы не хотим смириться, не хотим по-настоящему почувствовать, как живет другой человек, не хотим себя исправить, а проще начинать исправлять других людей. Согласно Новому Завету, Спаситель является наставником для всех, ищущих Него вне зависимости от национальной принадлежности. По апостолу Павлу, во Христе Иисусе ничего не значит не обрезание и необрезание, а новая тварь. Поскольку закон Божий написан на сердце и у язычников, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают», пишет апостол Павел, «то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысль их, то обвиняющие, то оправдывающие друг друга». Кто-то из современных писателей в прессе, вернее, не кто-то, мы постоянно это встретим в прессе, утверждал, утверждает, наверное, будут утверждать, что религия может быть отделена от государства, что религия это нечто персональное, личное, некое мировоззрение, такое чувство в психологии религиозное чувство рассматривается как некий недостаток, немощь. Маркс говорил, что религия это опиум для народа, обезболивающая. Но данный псалом является ярким и открытым манифестом против социальной несправедливости. И что получается, что религиозный текст, который претендует на нечто большее, чем просто плач перед Богом «Господи, мне плохо», но требует масштабной войны, отмщения Бога против нечестивых, но уж никак не может быть отделен от социальных проблем и катаклизмов. То есть в таком случае религиозное чувство неотделимо от чувства социальной справедливости, что является ключевой фигурой и самым чувствительным местом для многих многих псалмов. И получается, что тогда это религиозное чувство превращается в плач, когда в обществе не строение. И как тут можно сказать, что религия может быть отделена от государства, когда напротив все, что связано с религиозным чувством, неразрывно связано с тем, что происходит в государстве. И содержание многих молитв это содержание о восстановлении справедливости в государстве, не просто в моей личной жизни, но в общественных отношениях. Поэтому данный псалом, как и другие тексты, они открыто заявляют, что религиозное мировоззрение никак не может быть делом кельи или квартиры. Но напротив, если та или иная религиозная группа, она сплоченная и внутренне крепкая, то она неизменно будет добиваться того, чтобы их религиозные убеждения стали общественными убеждениями. Потому что сама форма реализации этой религии невозможна без соответствующих нормативно-правовых государственных законов. Так, если мы подоблюдаем о том, как живут общества более близкие к Ветхому Завету, общества иудейские иудейские или исламские, то мы видим, что неизменно там, где формируется крепкая умма, она будет добиваться того, чтобы шариат стал нормативно правовым законом для всех. Потому что это свойство этой религии. Поэтому заигрывать с религиями, в которых на первое место выступает сила общественного закона, не имеет смысла. Потому что так или иначе природа этой религии будет стремиться к тому, чтобы этот закон Божий изучался в школе в обязательном порядке, чтобы этика религиозная стала общественной этикой, чтобы культура религиозная стала общественной культурой, потому что она содержит такие истинные принципы, которые неотделимы от общественных отношений. Вот как ни крути.